Сегодня в Риме в правоохранительные органы Италии было подано заявление о преступлении, совершенном против Алмы Шалабаева и ее дочери. В заявлении упоминается посол Казахстана в Италии Андриана Элемесов и двое других дипломатов. Они обвиняются в похищении при отягчающих обстоятельствах женщины и ее шестилетней дочери, которые 31 мая были отправлены в Казахстан на частном самолете. Семья депортированных призывает лишить троих дипломатов дипломатической неприкосновенности и подвергнуть их аресту. За ним мог же последовать следствие и судебный процесс в Италии. К микроавтобусу подошли два человека казаха, с казахстанского посольства, как они представились. И вот таким образом, буквально не проходя таможни, не имея никакого билета, никакого паспорта, ни адвоката, меня вывозили из Италии в Казахстан. Незаконная депортация вызвала в Италии настоящий политический кризис. 12 июля премьер-министр Италии Энрико Лето объявил о том, что его правительство отменило постановление о депортации, признало его незаконность и пригласило депортированных вернуться в Италию. Однако и сегодня они остаются блокированы в Казахстане. Это было уголовное преступление, похищение людей при отягчающих обстоятельствах. Документальные доказательства показывают, что трое казахстанских дипломатов принимали активное участие в этой расправе. Если они будут лишены дипломатической неприкосновенности, предстанут перед судом и будут признаны виновными, максимальное наказание за похищение людей при отягчающих обстоятельствах в Италии составляет 15 лет лишения свободы. В статье, опубликованной в британской газете Financial Times, рассказывается о том, что подобный прецедент уже имел место в недавней истории Италии. Существует прецедент для лишения посла Казахстана Адриана Елемесова и двух его коллег дипломатической неприкосновенности. В деле о необычной выдаче радикального египетского клирика Абу Амара из Милана в Египет в 2003 году Верховный суд Италии лишил подозреваемых агентов Центрального разведывательного управления США дипломатической неприкосновенности. Их заочно судили и приговорили к лишению свободы. Сегодня Алмаша Лабаева и ее дочь остаются заложниками режима Казахстана. Они не могут покинуть страну, несмотря на многочисленные просьбы об этом и личное вмешательство министра иностранных дел Италии Эмм Банино. Госпожа Банино настоятельно призывает своего казахстанского коллегу, министра иностранных дел Ервана Идрисова, позволить депортированным покинуть Казахстан. Казахстанские власти слышат эти призывы, но прислушиваться к ним не торопятся. Сегодня мы имеем уже...